В тонких женских руках увесистый аккордеон ведет себя послушно, хоть и тяжеловат. В музыке Екатерина Шилова уже 9 лет планирует поступать в консерваторию. Ее отец мечтал быть баянистом, но исполнителем не стал. Взяв в руки аккордеон, Екатерина приняла музыкальную эстафету. Если ты не будешь любить аккордеон, он не будет любить тебя. Сил иногда не хватает на некоторые пьесы, потому что все-таки это более мужской инструмент. Но если есть сила воли, то всего можно добиться. Пока одни ребята выступают, другие здесь, в репетиционном классе, готовятся к своему выходу. Сейчас спросим, как у них дела. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Денис Андреев. Как себя чувствуешь, как настроение настроения? Ну, волнительно, произведение сложное, но я готовлюсь. Надеюсь, что смогу хорошо выступить. Фестиваль «Виват Баян» проходит в Самаре уже 14 лет. На этот раз на него собрались более 60 солистов и 12 ансамблей со всей страны, а также из Казахстана и Украины. Лучшие, в том числе и Екатерина Шилова, отправятся на две недели на стажировку во Францию. Уровень исполнительства за последние годы очень вырос, технически вырос. И, что более приятно, он вырос музыкально. То есть играют очень разнообразную программу, и классическую музыку, и эстрадную музыку. Играют очень качественно. Это очень приятно. Очень много интересных, ярких звезд новых мы открыли в этом году на конкурсе. Надеюсь, что так же, как и в предыдущие годы, когда мы открывали тоже новых молодых звездочек, они также пойдут в будущее и станут большими интересными музыкантами. Самарская баянная школа – лучшая в стране. Все высшие награды остались дома. Фестиваль в этом году начался еще в феврале с юбилейного концерта коллектива «Баян Микс». Завершился музыкальный марафон выступлением канадских гостей. Виртуозную игру самарцам продемонстрировал квартет «Джелата». Известные хиты из кинофильмов, кельтские мотивы, лиричные песни. Музыканты сделали все, чтобы достучаться до каждого слушателя. Коллектив существует уже четверть века, отличается юмором и умением удивлять. Квартет «Джелата», что в переводе означает «мороженое», играл даже в Антарктиде. Музыканты шутят. Пингвины, конечно, публика требовательная, но самарский зритель куда более искушенный. Публика тут замечательная, но я всегда тут очень сильно волнуюсь, потому что надо держать всегда хороший уровень, хорошую планку. Тут город очень славен баянными традициями, где живет лучший баянист мира Сережа Войтенко, поэтому всякий раз тут я готовлюсь. Баянными традициями Самара славится больше века. В следующем году 120 лет со дня рождения этого инструмента, который изобрели именно здесь. Возможно, в Самаре появится даже памятник баяну, который планируют установить на пожертвование неравнодушных к музыке горожан. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, Максим Гусев. События.